Больше недели назад белорусы выбрали себе нового президента. А сейчас мы наблюдаем за тем, как старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание и силовой захват. Неделю белорусы качаются на эмоциональных качелях – боль, страх, душевный подъем, эйфория, апатия, гордость, надежда, бессилие и счастье. За эту неделю мы прожили множество жизней. Белорусы, мы больше, чем невероятные. За неделю мы сделали то, на что у многих ушло бы столетие. Весь мир сходит с ума от белорусов. Мы показали нашу силу, смелость, нашу порядочность и упорство. Мы показали нашу готовность помочь, наш ум и сообразительность. Все, что власть не могла и не хотела делать для нас, мы сделали сами. На первых полосах всех мировых газет белорусы гордые, красивые и отважные. Нам 26 лет внушали, что мы дефектные, в нас забивали чувство собственного достоинства и чувство нации. Не получилось. Белорусы снова стали белорусами в считанные часы. Еще две недели назад нас штрафовали за маленький флаг на зеркале машины. Сейчас самым красивым флагом увешан весь город. Еще неделю назад нас забивали насмерть за то, что мы вышли на улицу. Сейчас тысячи людей ежедневно стоят у министерств и выказывают им свое несогласие. Еще несколько дней назад сложно было представить, что государственное телевидение покажет правду, а не картошку. Сегодня сотни людей бастуют, увольняются и печатают свидетельства немыслимой звериной жестокости силовиков на первой полосе. Еще недавно власть отчитывала рабочих и вешала им пустые обещания. Сегодня заводы кричат ей в лицо «Уходи!» и не выходят на работу. Друзья, мы понимаем. Кто-то из вас устает, а кто-то отчаивается. Но мы, белорусы, выбрали путь мирного, законного и ненасильственного протеста. А этот путь требует времени. То, что насаждалось 26 лет, не может исчезнуть в один момент. Нам всем понадобится время упорного труда и терпения. Мы должны продолжать выражать свое несогласие. Писать, говорить правду, выходить, стоять, бастовать, жаловаться, отказываться от сотрудничества, бойкотировать и не соглашаться. Давать понять каждому недобросовестному чиновнику, что он не прав, а мы с ним не согласны. Это марафон. И с сопротивлением режим справиться не способен. У нас есть поддержка мирового сообщества, у нас есть поддержка мировой прессы. Но главное, у нас есть поддержка друг друга. Для бастующих заводчан нашей гордости и надежды собрали уже огромные суммы. Для пострадавших от преступных действий во время разгона мирных акций тоже. Тем, кто хочет завязать с режимом, оказывают материальную помощь, помогают с новой работой. А что есть у действующей власти? Силовики, офицерскую честь которых она пятнает своими преступными приказами. Бюджетники с флагами СССР на митингах, куда их свезли за премию в 50 рублей или под угрозой увольнения. Неловкие пиарщики, которые чудовищную ложь неумело прикрывают дешевой подделкой. Истории про кукловодов и развал страны, в которые уже давно никто не верит. Включите действующие власти интернет. Покажите ей фотографии изуродованных людей, которых увозили из РУВД и Окрестина на скорых. Покажите ей работяг, которые прошли много километров, чтобы поддержать друг друга на забастовке. Покажите ей улицы городов в минувшее воскресенье. Покажите ей 400 тысяч людей с флагами и белых одеждах в Минске, которые кричат «Уходи!». Друзья, не сдавайтесь, не отчаивайтесь. Мы в начале пути, но мы взяли очень хороший старт. Власть пыталась укротить нас силой. Она пытается укротить нас своим игнором и репрессиями. Власть ждет, пока мы испугаемся, пока устанет, пока нам надоест. Будет тяжело. Иногда будет казаться, что ничего не получится. Но это не так. Нельзя поддаваться. Когда кажется, что все потеряно, все уже спасено.